Сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную для меня тему, а именно содержание спирта в косметике, будь то декоративная косметика или уход. Эта тема затрагивает меня лично, и в конце видео я поделюсь с вами своим опытом, но сейчас предлагаю сосредоточиться на фактах. Кстати, ссылки на все источники, откуда я брала информацию, я оставлю под видео, поэтому вы сами можете с ними ознакомиться и еще больше расширить свои знания в этой области. Итак, приступим. Природный растительный тиловый спирт, также называемый этанолом, является бесцветной летучей жидкостью с легким запахом. Пищевой спирт производится из зерна пшеницы, ржи, кукурузы или сахарного тростника в процессе ферментации сахара. Однако в химии спирт представляет большую группу веществ. Ингредиенты, такие как глицерин, ментол, а также многие растительные воски, также считаются спиртами в соответствии с их химической структурой. И, конечно же, также существует очень много синтетических спиртов. Как вы уже поняли, разновидностей спирта действительно очень много, но не все они являются опасными или противоречивыми. Основное разделение идет на высокомолекулярные и низкомолекулярные спирты, и как раз-таки последние являются противоречивыми. Основные спирты с низкой молекулярной массой – это этанол или этиловый спирт, денатурированный спирт, метанол, изопропиловый спирт, СД-спирт и бензиловый спирт. Если один или несколько из этих спиртов находятся среди первых шести ингредиентов в составе, это означает их высокое содержание в формуле. Если же они находятся где-то ближе к концу списка, то, скорее всего, их количество достаточно низкое, и даже при том, при всем, что они противоречивые, скорее всего, они не вызовут каких-то существенных проблем. И в чем же, собственно, основная угроза спиртов? В первую очередь исследования показывают, что низкомолекулярные спирты приводят к сухости кожи и к ее чувствительности. Отделение клинической фармакологии, дермакологии, медицины и клинической медицины Университета Торонто провели исследование, чтобы проверить, может ли этанол вызывать апоптос в клетках кожи, то есть, по сути, их распад и смерть. Они обрабатывали клетки кожи различными концентрациями этанола с различными промежутками времени, и выявили, что он был токсичен для клеток кожи как в зависимости от дозы, так и от продолжительности и частоты контакта. Другое исследование показало, что даже небольшое количество спирта, которое прикладывалось к клеткам на протяжении двух дней в лабораторных условиях, увеличило их смертность на 26%. И здесь имеется в виду состав, содержащий около 3% спирта, в то время как пугающий факт заключается в том, что основная масса косметических средств с содержанием спирта имеет от 3 до 60%. Этот эксперимент также показал, что спирт разрушает вещества в клетках, которые снижают воспаление и защищают нас от свободных радикалов. То есть, получается, что наша кожа становится просто беззащитной. Еще одно исследование показало, что спирт вызывает умеренное раздражение кожи лица и сильнейшее раздражение кожи век, что приводит к частым контактным аллергиям и эрозиям. И, кстати, запомните этот факт, потому что мы к нему еще вернемся. Ну а теперь главный вопрос, зачем спирт вообще добавляют в косметическую продукцию, если он противоречивый? Ну, во-первых, это самый универсальный способ сделать любую более вязкую текстуру более легкой и приятной для использования. К примеру, если вы купите тональную основу с высоким содержанием спирта, она создаст эффект как бы второй кожи. То есть, ее текстура настолько легчайшая, что у людей, которые не особо разбираются в составе и даже туда не заглядывают, это вызовет восторг сугубо из-за декоративного эффекта, который они видят в зеркале. Спирт также часто используется для того, чтобы помочь полезным ингредиентам проникать в вашу кожу, как, например, тому же ретинолу или витамину С. Но проблема заключается в том, что спирт делает это крайне агрессивно, разрушая верхние слои кожи, за счет чего, собственно, потом этим ингредиентам, а также чему угодно, проще проникнуть в кожу. Также спирт очень часто используется для продукции для жирной кожи, потому что он дает мгновенное мотирование, а также убивает бактерии, которые могут провоцировать акне. Однако здесь нужно понимать, что вы получаете мгновенный эффект с долгоиграющими последствиями. Исследования показывают, что антиугревые продукты на спиртовой основе только усиливают раздражение и сухость кожи, что, собственно, усугубляет борьбу с этой проблемой. Ирония заключается в том, что ущерб, который вы получаете от спирта, только увеличивает количество бактерий и увеличивает воспаление кожи. Спирт также может провоцировать выработку кожного сала, из-за чего ваша кожа может становиться еще более жирной. Вообще, проблему жирной кожи очень трудно решить, пытаясь просто ее высушить, потому что происходит обратная реакция. Кожа своего рода думает, что она сухая, соответственно, ей нужно вырабатывать еще больше кожного сала, тогда, когда на самом деле вам это не нужно. Таким образом, кожа становится все жирнее и жирнее, и эта проблема может стать бесконечной. И я сейчас рассказала очень много негатива по поводу спиртов, но я хочу, чтобы вы понимали самое главное, что спирт официально нигде не запрещен. То есть, производители могут вполне его использовать без каких-либо ограничений, то есть, нет каких-то регулирующих норм, которые бы запрещали производителям использовать спирт у себя в составе, в принципе, в абсолютно любой дозировке. Тем не менее, слава богу, мы не живем в мире монополий, поэтому, владея определенной информацией, мы сами для себя можем сделать выбор, хотим ли мы отдавать предпочтение продукции с содержанием спирта, или же, наоборот, нам лучше этот ингредиент избегать. Но абсолютно все, о чем я вам сейчас рассказала, касается именно низкомолекулярных спиртов, но в начале видео я сказала, что есть еще высокомолекулярные спирты, которые не являются опасными. К ним относятся цитиловый, стеориловый и цитиориловый спирт. Цитиловый спирт добывается из кокосового масла. Это смягчающее средство, которое часто добавляется в косметическую продукцию. Однако, есть все равно некоторые исследования, которые показывают, что цитиловый спирт может являться раздражителем. Стеориловый спирт также добывается из кокосового масла. Это тоже смягчающее средство, а также эмульгатор, который тоже очень распространен в косметике. Цитиловый спирт представляет собой эмульгирующий воск, который часто используется для смягчения каких-то густых формул. Он добывается из натуральных масел и жиров, и он очень эффективен в стабилизации состава. Его часто используют в формулах, где высокое содержание воды и масла, которые сами по себе очень трудно смешиваемые. В общем-то, если в списке ингредиентов вы встретите эти три вида спирта, то это не должно создать поводов для паники. Это все, что касается фактов о спиртах. А теперь я хочу поделиться с вами своим небольшим опытом. Пару недель назад я делала обзор на новинки косметики Makeup Revolution, в том числе и на вот этот вот спрей, который называется Geluronic Fix. Я сразу же в своем обзоре обратила ваше внимание на то, что у него на втором месте в составе находится денатурированный спирт, то есть это означает его высокое содержание в этой формуле. Короче говоря, в своем обзоре я сказала, что я не в восторге от этой формулы, но тем не менее мне не хотелось, чтобы он пропал, чтобы он просто валялся без дела, а потом я его выбросила, и я хотела найти ему какое-то применение. В итоге я, наверное, приняла одно из худших решений в моей жизни. Я подумала, что им можно сбрызгивать кисть для того, чтобы наносить металлические тени влажным способом, что я, собственно, и сделала. И я вообще не знаю, где была моя логика, почему я не подумала, что кожа век намного более тонкая и намного более чувствительная, чем кожа лица. В общем-то, в итоге я так и сделала. Я нанесла с помощью этого спрея тени влажным способом, и я прочувствовала на себе все, о чем говорилось в этих исследованиях. В один день я проснулась с очень красным и просто опухшим глазом, и я изначально не могла понять, что произошло, то есть у меня было несколько подозрений, может быть это ячмень, может быть что-то такое, но когда я начала рассматривать себя в зеркало, я поняла, что у меня вот эта краснота на обоих глазах и именно в той зоне, куда я наношу металлические тени обычно. Поэтому я сразу для себя сделала вывод, что скорее всего это какая-то контактная аллергия, и сразу начала думать, на что же она могла у меня случиться. Пришла к себе вот сюда в студию, начала перерывать свои тени, и поняла, что я в принципе пользуюсь всем, чем я пользовалась и так уже достаточно долго, то есть ничего нового я не тестировала, и я понимаю, что аллергия может иметь и накопительный эффект, но в то же время у меня вот в голове пазл не складывался, пока я не вспомнила, что я еще использовала и этот спрей. И после этого у меня сразу в голове так как колокольчик зазвонил, так динь-динь-динь, потому что я поняла, что да, скорее всего проблема как раз таки в этом была. Конечно, я не могу утверждать это на 100%, это только мое предположение и мое мнение, но вот все улики меня приводят как раз таки к этому умозаключению, особенно учитывая все эти исследования и всю ту информацию, которую я узнала, когда я готовилась к этому видео, все было слишком похоже на то, что я собственно и читала. Как бы там ни было, главное, что я хочу здесь сказать, это то, что это не претензия конкретно даже к этому спрею, потому что на рынке очень много косметической продукции с содержанием спирта, да, это в основном моя вина, я не должна была им пользоваться для глаз, потому что, ну, в первую очередь это спрей для лица, но тем не менее, мне кажется, что люди в принципе редко заглядывают в состав, и вот такая ситуация могла сложиться как со мной, так и с любым другим человеком и с любым другим продуктом, то есть здесь, как я уже сказала, даже речь не в этом спрее. И ввиду этих событий меня еще и больше всего поражают вот такие вот комментарии. Конечно же, я на 100% не могу утверждать, что у вас будет такая же или похожая реакция на этот спрей или любую другую косметическую продукцию с содержанием или даже без содержания спирта, но в этом видео я предоставила вам факты и исследования, и уже владея этой информацией, вы можете сами сделать выводы. Для себя лично я решила, что я буду с очень большой осторожностью относиться к косметике с содержанием спирта, особенно, что касается зоны вокруг глаз. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, это можно сделать, нажав на вот эту вот круглую иконку вот здесь вот. У меня также есть похожее на это видео, я делала недавно видео о тальке, поэтому, если вы еще не разобрались в этой теме, вы можете посмотреть это видео, либо другое видео, которое вам сейчас рекомендует YouTube. А если вы все это уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok